После боя с мексиканцем Саулем Альваресом Геннадий Головкин заявил, что остается чемпионом и хочет провести еще один поединок с ним. Вы же видите, я сохранил все свои пояса. Как ранее уже сообщалось, матч-реванш согласно контракту может быть проведен только в случае победы Головкина. Но в этом поединке, который прошел в Лас-Вегасе, как известно, была ничья, которая для Геннадия Геннадьевича стала первой в карьере. Один судья дал победу Альваресу 118-110, другой Головкину 115-113, а третий оценил в 114 на 114. Сам же мексиканский боксер заявил, что в первых раундах был предпочтительнее своего соперника и выиграл в поединке 8 раундов из 12. Альварес тоже не против повторить этот бой и готов к нему, если, конечно, этого захотят зрители, сказал Канело после матча. Конечно, зрители захотят, ведь к поединку был повышенный интерес. Все с билетами на 20-тысячную арену разобрали, как горячие пирожки в мороз, а если не захотят, промоутеры сделают свое дело. Также отмечается, что поединок пришли увидеть воочию рэпер 50 Cent, был Майк Тайсон и баскетболист Рассел Уэдсбрук из клуба NBA Oklahoma City. Головкин же после боя поблагодарил болельщиков из Казахстана за поддержку. Как мы ранее уже сообщали, казахстанский боксер хотел выиграть в этом бою, для него это было принципиально. Но не совсем получилось то, на что я рассчитывал, сказал Головкин. А вот какое мнение высказал по поводу решения рефери российский боксер Сергей Ковалев. По его словам, арбитр, которая выставляла такие оценки, с таким преимуществом, 118 на 110, была некомпетентна. Здесь явная и чистая победа Головкина, но это Лас-Вегас, я вновь убедился, что здесь проводить бои нельзя, сказал чемпион мира в полутяжелом весе. Рефери зовут Аделаида Берд. Вверху сейчас появится вопрос, согласны ли вы с таким решением арбитра или нет. Также оставляйте свое мнение в комментариях и смотрите другие новости бокса на нашем канале. Ах да, и не забудьте поставить лайк, комментируйте, делитесь в соцсетях и конечно же подписывайтесь, это абсолютно бесплатно.